За последние месяцы я как член президентского совета по правам человека получил несколько обращений от родственников саратовского адвоката Тимура Давришана, от его защиты. В этих обращениях содержалась информация о том, что уголовное дело в отношении адвоката возбуждено незаконно, проходило с массой процессуальных нарушений. Он осужден, находится в колонии в Кировской области, испытывает серьезные проблемы со здоровьем, ему сделали кардиологическую операцию, у него постоянные приступы сахарного диабета, гипертонии. Я, кстати, звонил в регион, уполномоченному по правам человека, по моей просьбе сотрудники аппарата уполномоченного навещали Давриша, но у него, кстати, там забирали и тонометр, глюкометр, не давали возможности следить за состоянием здоровья. Все эти приборы ему вернули, но состояние его крайне тяжелое. Сегодня я приехал в Саратов для того, чтобы присутствовать в кассационном суде первой инстанции, где будет обжаловаться приговор районного суда. Ну и то, что указывают адвокаты, родственники, масса процессуальных нарушений, которые были допущены и в ходе суда первой инстанции, на что не обратил внимания апелляционный суд. Ну, это такие примеры, которые заслуживают, наверное, так сказать, такого и публичного, так сказать, обсуждения. Кстати, президентский совет по правам человека очень внимательно следит за реформой отечественного правосудия. Эта тема неоднократно поднималась на встречах с президентом Российской Федерации. Но практика показывает, что до нормального функционирования нашей судебной системы еще очень далеко. Так возникают вопросы по датам подписания самого приговора. Рассматривался он в один день. Почему-то, так сказать, на нем стоит дата спустя почти две с лишним недели. То, что приговор оглашался в отсутствии гособвинителя. Такой вопиющий случай, например, разговор между Довришаном и его доверителем шел на смеси езитского и армянского языков. Естественно, следствие не владеет этими языками. Для этого нужно было подключить профессионального переводчика. И защита ходатайствовала о том, чтобы подключили переводчик из Московского лингвистического университета. Но почему-то следствие посчитало, что достаточно знаний какого-то фельдшера Краснодарской районной больницы, который подписал перевод данного текста. Видимо, следствие не было заинтересовано в том, чтобы были оглашены именно объективные данные этого перевода. Ну и вообще очень много странных вещей. Например, почему нет вопросов к доверителю, хотя чувствуются признаки такого нарушения закона, как попытка отдачи взятки. Почему ряд моментов, связанных с профессиональной деятельностью Довришана, который является заслуженным адвокатом, занимал серьезные посты в адвокатских образованиях в Саратовской области и на федеральном уровне, почему это все не было принято во внимание. И самое главное, нет убедительных подтверждений тому, что эти средства получены мошенническим путем. Почему не был опрошен судья, который, по мнению защиты, присутствовал при разговоре Довришана и его доверителя. И этот свидетель мог бы пояснить ситуацию, с какой целью адвокат Довришан брал у своего доверителя финансы. Очень много вопросов. Я надеюсь, что Кассационный суд даст на них объективный и профессиональный ответ. Но в любом случае это дело Довришана стало резонансным. На местном уровне уже появилось немало публикаций в СМИ. Были они и на федеральном уровне. И я, как член президентского совета по правам человека, буду продолжать вести мониторинг этого дела и дальше. Потому что считаю, что те доводы защиты, которые были в обращении ко мне, они убедительны. Они содержат весьма вопиющие вопросы, на которые пока нет ответа ни от следствия, ни от суда. Продолжение следует...